Аху и Расси, великолепный пас от него пошел. Деймар опасна! Нет двух нулей на табло больше, это гол! Ну что за финал, ну что за игрушка! Это финал Лиги Чемпионов! Грушка? Почему игрушка, а не игра? Знаете, какой у меня любимый футбольный симулятор всех времен? Некетсу для Несс. Да простят меня матерые цифровые футболисты за использование слов «некетсу» и «симулятор» в одном предложении. Тем более, что как минимум одно из них я произношу неправильно. Но это ровно та степень реализма, которая меня всегда устраивала в играх про данный вид спорта. Именно поэтому последняя FIFA, в которую я играл продолжительное время — 2002 World Cup. В те времена можно было уже при разведении мяча в начале матча прямо с центра поля ножницами через себя послать мяч в девятку. Иронично, что ни одного подобного футажа я на ютубе сейчас найти не смог. Но я точно помню, что мы так делали и не раз. И точно помню, что последующие игры серии уже были лишены того аркадного угара. Размеренными скачками FIFA становилась именно симулятором, что меня мало приличало в школьные годы. Как вы поняли, к данной серии я не прикасался уже лет 15, так что в нашем с Глебом обозревательно-футбольном дуэте я играю роль абсолютного нубаса, чьи руки, а точнее пальцы, уже вообще ничего не помнят. И в этом ролике именно с позиции полного профана я и буду разбирать FIFA 19. Которая на самом деле не FIFA, а FIFA, кстати. Поздравляем! Теперь вы возглавляете собственную команду FIFA Ultimate Team. Для начала сюжет. Не то, чтобы я не знал о его существовании, но запуская сейчас игру, как-то не отдавал себе отчет в том, что он тут реально есть. А он тут реально есть. С катсценками и аж тремя героями, между которыми можно переключаться в ходе прохождения. Разве что тачки воровать нельзя, да банки грабить. Зато, вы таки будете смеяться, можно выбирать варианты ответов в диалогах, лавируя между любовью публики и любовью начальства. И общий вектор развития сюжета тоже игроку подконтролен. Вообще, довольно неплохой метод преподнесения футбольного геймплея, успешно персонализирующий ключевых героев истории. Лучшего способа для плавного погружения в игру и не придумаешь. Хотя, как и в любой другой режим, в него не обязательно играть, если по какой-то причине не хочешь. Тем паче, что и стандартная для жанра карьера тут есть, где ты просто выбираешь клуб или сборную и движешься к вершине Олимпа, выигрывая матч за матчем, не отвлекаясь на закулисные интриги и личную драму спортсменов. Но стоит отдать должное, одиночная компания подкидывает время от времени прикольные уровни, обоснованные сценарно или какие-то модификаторы. Это разнообразит прохождение. Вот это я понимаю, как старые добрые. Вы не могли не заметить, что я до сих пор не затронул тему непосредственно геймплея. Ну, а чё я сказать-то могу? Суперударов времён Куни Окун на Дэнди тут нет. Всё. На этом уровень моих познаний футбольных симуляторов заканчивается. Бить по мячу приятно, матчи зрелищные, и это всё так же больше симулятор, чем аркада. Лупить через полполя смысла мало, обводи, перепасовывайся, гипнотизируй миникарту, зубами вырывай победу. И удар! Есть он! Счёт открыт! Но что, не кроме до начала? В тонкости изменений чувствительности правого отклонения левого стика при зажатой средним пальцем ноздре менеджера магазина, где вы заказывали консоль? Про такие нюансы игрового процесса вы узнаете из обзоров экспертов. У нас на сайте, например, есть такая статья. Я просто бегаю и пинаю мяч. На данном этапе у меня от игры требования несколько иные. Например, мне, как новичку, который знает от силы десяток футболистов, половина из которых уже давно вышла на пенсию, куда интересней, можно ли в новой FIFA поиграть за сборную, а не за какой-нибудь там клуб, название которого мне говорит ровным счётом «ничего». Можно. Правда, только за женскую, но я не сексист. Можно и за клуб. Пройти весь путь Лиги Чемпионов. Можно даже в качестве менеджера графики вертеть, до торговли людьми в трансферных окнах заниматься, вообще не выходя на поле. К чему это я? Как новичок могу сказать, что новичку интересны не столько нюансы управления и физона в разных футбольных сериях, сколько обилие возможностей, из которых можно было бы выбирать, потому что он не знает, что именно ему придётся по душе. Так вот, в девятнадцатой FIFA и есть из чего выбирать. Где-то час я, например, потратил чисто на тренировку, в которой игра тебя усердно прогоняет по всем дриблинга тимплейно-бомбардирским фишкам. Уровень челленджа тоже имеет прямое отношение к вариативности игрового процесса. Полженков настройки управления хватает, как и установок сложности компьютерных оппонентов. Чтобы было понятно, самый лёгкий режим выглядит вообще вот так. Лидия Уильямс. Окей, я знаю, что нужно делать. Ждём судейского свистка, замена готова. Игрок стоит уже на опробке и ждёт выхода на поле. Нужно бить поворотом. Опасно, гол! Ай, кошмар. А самым высоким уровнем сложности меня будут пытать в аду. И вряд ли я на нём коснусь мяча хотя бы раз за... Ну, вечность. Что до сетевой игры, то здесь судить о балансе и матчмейкинге сложнее. Особенно учитывая мой скилл, над которым ржут речные раки. Но простая быстрая сетевая игра исправно находила мне оппонентов примерно того же уровня навыка. И пробил игрок. Удар, штанга и гол! На последней секунде со штрафного. Вратарь как будто пытался угадать, в какую сторону полетит мяч. И штанга... Вдруг вратарей... Колено, рука, штанга. Капец. Я это знаю потому, что та же Задротина с пятилетним стажем по имени Леонид Давыдов меня уделывала одной левой. И это даже не фигуральное выражение. Правой рукой он буквально жрал, пока мы играли. Ну что, готов проигрывать? Вторая половина матча началась. Я как раз одной рукой играю. Денис, я до сих пор играю одной рукой. Ты мог приличия ради хотя бы меня посерьезнее воспринимать. У меня просто есть некоторые проблемы, с тем, что я не могу пас отдать. Мне приходится типа бежать просто и все. Блин, не дал. Возможность запуска быстрого сетевого матча с работающим матчмейкингом это для меня лично тоже весомый аргумент за. Ибо я не хочу вникать, качаться, формировать команду и тому подобными трайхардовыми манипуляциями заниматься. Просто запустить PlayStation и быстренько катнуть партейку другую. Но для тех, кто хочет, тут есть целый масштабный ММО-режим Ultimate Team с блокджеком, карточками, торговлей и глобальной прокачкой. В котором фанаты игры залипают, наверное, до выхода следующей номерной части серии. И в этом режиме, по факту, есть все те подрежимы, о которых я говорил ранее. Лига, дивизионы, ПВЕ-карьера, ПВП-турниры мне надоело перечислять. Более подробно о том, как функционирует фут, уже рассказал Глеб. Я лишь со своего дивана могу заметить, что это формат игры для людей, шарящих в футболе. Или, что, кстати, куда занятней для тех, кто заинтересован в нем в достаточной степени, чтобы погрузиться в тонкости этого спорта основательно. Эдакая интерактивная энциклопедия, способная стать мостиком между казуалом и настоящим фаном. Не зря же в FIFA столько лицензированных брендов, игроков и клубов. Что приятно удивило, это комментаторы. Да, некоторые фразы и выражения уже на третьем часу игры приедаются, их набор не бесконечен. Но, во-первых, звучат голоса за кадром на удивление, естественно, и воспринимается матч как реальный, транслируемый по ящику. Очень дальний удар. Не побоялся ударить издали и не сильно промахнулся. А, во-вторых, некоторые контекстные разговоры попадают прям в яблочко и крайне уместны. И пробил он поворотом. Перекладина становится с автором гола. Мне кажется, даже на верхнем ярусе стадиона было слышно, как зазвенела Перекладина после этого удара. Да уж, приложился он действительно здорово, хотя по замаху было видно, что игрок бил не на точность, а скорее на силу. Я не ставлю игре оценку. Оценка в сделку не входила. Некомпетентен. Я бы хороший футбольный симулятор от плохого не отличил бы и 15 лет назад. Не то, что сейчас. Моя задача взглянуть на фифу с позиции новичка. И я рассказал вам, какой с моей колокольни открывается вид. Есть игрок впереди. Пройдет передача. До встречи на СтопГеймер. Хороший момент может получить. Гол! Просто невероятно! Ты видел это, Константин? Да, ты посмотри, как они радуются. Они выходят вперед в этом решающем матче. Да, здесь трудно было не забить. Все-таки вдвоем против одного вратаря.